Привет, друзья! Друзья, показываю вам в этом видео один из самых новых отелей в Шарм-эль-Шейхе, Штайгенбергер Альказар, 5 звезд, погнали! Так вот выглядит снаружи здание холла отеля. Сейчас мы зайдем внутрь, посмотрим как же выглядит этот фешенебельный отель. Так, ребят, ну смотрите, перед холлом у нас такое вот здание в виде арабской сказки. И вот он холл отеля, ребята. Сразу нереально приятный запах, то есть ароматизация воздуха здесь присутствует, но она не сильно яркая, очень приятная. Слева у нас ресепшн, где туристы регистрируют свое проживание. Смотрите, кстати, какая здесь необыкновенная люстра, ну и конечно же живые цветочки. И дальше мы вот идем и попадаем в лобби-бар. Так, показываю вам бар. Вижу здесь импортный алкоголь. Дальше мы узнаем, что у нас входит в концепцию, что точно уходит, а что точно не уходит. По алкоголю это очень важный вопрос, так как отель очень высокого уровня. Ценник тоже не низкий, естественно. Тут важно понимать всю эту информацию. Друзья, традиционно, как и в других отелях и в этом кишинебельном отеле, есть такая терраса, с которой частично просматривается территория отеля. То есть, опять продуманная структура отеля, корпуса соединены, чтобы защитить вот этот бассейн основной, да, и всю остальную территорию от ветра, который очень часто встречается здесь в бухте, на Бэй, особенно в зимний период. Ну, все идеально, зеленое, чистое, блестит и сияет. Так, друзья, чтобы вам было понятно, что вы можете увидеть в этом видео, я вам сейчас расскажу вкратце структуру этого видео. Первое, что я вам покажу, это территорию отеля, бассейны, шезлонги. После этого я вам покажу обзор номера категории Family Deluxe. Потом будет обзор номера категории Superior. Потом мы еще пройдемся по территории. В это время я вам расскажу основные моменты по отелю. После этого будет обзор пляжа. И в конце видео я расскажу вам свое резюме по отелю Штайгенбергер Альказар. В общем, смотрите, значит, по расположению. Отель находится в бухте Набкбэй, то есть почти в самом конце. И пока что на данный момент Штайгенбергер предпоследний отель. Естественно, за территорией отеля, можно сказать, инфраструктуры нету. Поэтому, друзья, готовьтесь к тому, что если вам нужно что-то за территорией отеля интересное, то придется куда-то ехать. Значит, расстояние от аэропорта это примерно 17 километров. Это небольшое расстояние, но этот отель явно не под групповой трансфер. Поэтому, чтобы не делать экскурсию по всем отелям, которые будут по пути, сразу нужно заказывать либо индивидуальный трансфер, либо на месте. Берем такси в аэропорту и едем прямо в отель. Я думаю, баксов до 10 сторговаться можно будет. Но если вы все-таки поедете на групповом трансфере, то вы сможете объективно оценить на примере других отелей, почему же Штайгенбергер стоит таких денег. Так, ребят, показываю вам номер категории Family Deluxe. Это вот первая комната. Условно говоря, она ничем не отделяется, только аркой. А вот наш санузел в номере категории Deluxe Family. Мы видим два умывальника, новый хороший фен, косметика, отдельная ванна с душем, отдельная душевая кабина, небольшая, но аккуратная и чистая. И туалет. Что хорошо, что туалет отделен хотя бы такой вот стеклянной перегородкой. Ну и, несомненно, идеально белоснежные полотенчики. О, какая штучка, ребят! Здесь еще даже есть весы. Так, чайный набор. Стандартный, в принципе, что мы еще видим? Видим какое-то вино. Так, мини-бар показывает, ребят, все это входит в стоимость, то есть за это доплачивать не надо, нам представитель отеля сказал. Значит, есть у нас Pepsi, там Fanta, значит, пиво, даже энергетики парочка есть. Есть у нас соки и даже вино. И вот наша вторая комната большая. Значит, здесь у нас большая двуспальная кровать. Справа телевизор, есть кресло и терраса, ребят. Показываю вам террасу. Вот она с видом на бассейн. Есть пара стульев и столик небольшой. Так, вот у нас санузел в номере категории стандарт. Значит, справа у нас умывальник, новый фен маленький, но в отличном состоянии. Дальше у нас косметика, отдельная ванная, отдельная душевая кабинка и туалет. Туалет отделен вот такой вот перегородкой. Белоснежные полотенечки. И вот тоже самое веса, как и в номере Deluxe. Чайный набор, мини-бар. Полностью заполненный мини-бар. Все это входит в стоимость. Соки, напитки, пиво, вино. Все входит в стоимость. И вот наш номер. Вот наша комната, вернее, с кроватями. Смотрите. Ну, такие вот кремовые оттенки. Очень красиво. Все новое, просто идеально. Потрясающе красиво и качественно. Телевизор, кресло и терраса с видом на бассейн. Пара стульев и столик. Так, еще дальше, ребят, смотрите. Еще один детский бассейн. Глубина 45 сантиметров. Это уже часть более спокойная. Тут не играет музыка. Значит, это для такого релакс-отдыха. И большой бассейн. 120 сантиметров здесь у нас глубина. Ну, ребят, тут просто нечего говорить, кроме того, что здесь все абсолютно новое и качественное. Значит, что у нас получается? Там была глубина 120, а здесь уже дальше 150. То есть немножко углубление идет. Все эти, еще раз повторяю, корпуса. Они connection, то есть соединены между собой. Видимо, это все не просто так задумано, а для того, чтобы все-таки защитить территорию от ветра, который присущий очень сильно в бухте Nap Bay. Дальше, по основным моментам отеля. Значит, все бассейны в отеле с подогревом. По крайней мере, нам так сказали в отеле. И есть отдельный бассейн только для взрослых. Дальше, по интернету. Он бесплатный, в том числе и в номере, и на пляже. Но скорость ограничена. Если кому-то нужен качественный высокоскоростной интернет, то он будет только за доплату. По напиткам, ребят. Тут этот роскошный отель решил сэкономить. Поэтому алкоголь здесь только местный. Ну, по крайней мере, хотя бы лобби-бар работает круглосуточно. По питанию, ребят. Тут все, конечно, отлично. Кроме двух основных ресторанов, есть еще пять а-ля-картов. Все они бесплатные. Обязательно по предварительной записи. Ограничений на посещение нет. Но лобстер всегда будет только за доплату. И небольшая плюшка от отеля. Есть бесплатный шаттл в Nama Bay и на Soho Square. Но обязательно за день нужно записываться. И важно не забывать, друзья, что предоставление всех этих услуг отель может менять на свое усмотрение без каких-либо предупреждений. Так, друзья, и показываю вам пляж отеля Steigenberger Alcazar. Смотрите, как он выглядит. Вот такое все стильное. Даже на пляже, ребят. Шезлонги у нас металлические. А вот мягких матрасов я не вижу. Но они есть. Ага, я понял. Их раскладывают только для гостей, когда они отдыхают. Вон они справа сложены. И подходим уже к береговой линии. Видим здесь понтон новый. Ребят, понтон новый. Поставили недавно. Давайте посмотрим, как выглядит сам вход в море. Потому что не все хотят ходить по понтону. Но, ребят, вот сейчас вам показываю, как вот едет по этому понтону шаттл, который тоже отвезет вас для того, чтобы вы там поплавали с понтона, зашли в водичку, посмотрели на кораллы. Так. Значит, подошли мы к водичке. Показываю. Вот примерно метров 3-4 здесь коралловой плиты. Она такая шершавая. Вот она. Вот. И, в принципе, она подходит в воду. Но местами есть песчаный, песчаногалечный заход. И дальше у нас пошел песчаногалечный заход. Пологий, длинный, длинный. Значит, ребят, моя рекомендация обязательно обувать обувь специальную, кораллы. Либо там еще что-то в этом роде, чтобы заходить с берега. Потому что все-таки Красное море и оно не только красиво, оно еще не безопасно. То есть там, где есть песчаный заход, обязательно все равно обувайте обувь защитную какую-то. чтобы не было никаких непредвиденных ситуаций, ребят. Плита идет, я так понимаю, вдоль всей пляжной линии у отеля. Пляжное покрытие, мелкая-мелкая галька в перемешку с песочком. Длина вообще мелководья примерно 450 метров здесь. Соответственно и понтон примерно такой длины. Вот он, ребят, новый понтон деревянный абсолютно. Полностью деревянный, то есть даже перила здесь деревянные. Ребят, рассказываю вам свои впечатления от отеля Штегенбергер Альказар. Ну, что тут сказать. Просто новый отель, новый, новый, новый и еще раз новый. Мне просто нечего рассказать, кроме того, что он новый и все в нем идеально. Все чисто, все красиво, идеальный газон, все везде пахнет. Пахнет ароматизаторами, легкими такими, ненавязчивыми. По крайней мере для меня. Это мои ощущения. Вам рассказываю, как здесь, допустим, ароматизирован воздух в помещениях. То есть там, где мы зашли в холл отеля, там был легкий такой аромат какого-то ароматизатора. Вот. В номерах все просто идеально. Я не знаю, что вам сказать. Просто идеальный номер, очень красивый, очень утонченный. Ну, здесь все на высшем уровне. Пляж стандартный, как во всей Напке. Хотим хороший пляж, просто нужно выбирать другой вариант. Другой вариант – это минус себе в сервисе. Почему? Потому что по сервису других вариантов, в принципе, кроме как в отелях Напке, не существует. Здесь расположены самые лучшие отели, которые входят в топ-10 лучших отелей из Шарм-эль-Шейха, в том числе и Штайгенбергер, Альказар. Конечно же, здесь все идеально продумано по территории. То есть корпуса расположены таким образом, чтобы создать уютную атмосферу на территории, защищенную от ветра, который очень часто присутствует в бухте на Бэй и создает дискомфорт для туристов. Но отелей об этом позаботился, так как, в принципе, большинство отелей спроектировал корпуса на своей территории таким образом, чтобы максимально защитить территорию от ветра. На территории полным-полно, естественно, пальм красивых, ухоженных, идеальных, ну, идеальных пальм. Дальше, значит, еще на территории отеля есть масса бассейнов, в принципе, и активных, и релакс бассейнов, там, где вам будет просто спокойно, вы сможете полежать, чтобы не бахала музыка и тому подобное. Ну, естественно, сервис, ребят, по сервису, то, что я увидел, здесь все на высшем уровне. Алкоголь, единственная слабая сторона этого отеля. Местный алкоголь входит в концепцию all-inclusive, а вот импортный алкоголь, ребята, за доплату. Значит, что еще хорошего и интересного, в принципе, а, нет, не хорошего и интересного. Ресторан, рыбный ресторан морепродуктов, значит, в принципе, тоже бесплатно, но вот лобстер идет уже за доплату отдельно. По стоимости лобстер, нам сказали, примерно стоит 50 баксов. Так, друзья, на этом все. Смотрите, еще у меня к вам небольшая просьба. Если вы отдыхали в этом отеле, то поделитесь, пожалуйста, вашим отзывом. Когда вы здесь отдыхали, что вам понравилось, что не понравилось, напишите, пожалуйста, в комментариях под этим видео, когда вы отдыхали, зима, лето, весна, осень, был ветер, не был ветра. Что вам понравилось по питанию, либо не понравилось, напишите это все, пожалуйста, в комментариях под этим видео. Ну, а если есть вопросы, если вы еще не отдыхали, то задавайте, на что смогу, постараюсь вам дать ответы в комментариях под этим видео. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Кнопочка подписаться внизу под этим видео. жмите на колокольчик чтобы получать уведомления новых видео смотреть мои видео обзоры и вы всегда будете в курсе самой объективной информации чтобы все ваши путешествия были только с положительным впечатлением до новых встреч друзья пока пока